Добрый день, мои дорогие! Тот, кто знает меня давно, кто смотрит меня с самого начала, знают о моей непроходящей любви к Восточной Азии. Это не только культура Восточной Азии, но и, конечно же, кулинария, кухня азиатская. Это просто нечто. Я это всё обожаю. Поэтому сегодня у меня для вас очередной рецепт. Мы с вами будем готовить его вместе. Это огурчики по-корейски или, как их ещё называют, убитые огурцы. Я беру грамм 500-600 огурчиков свеженьких и для начала срезала все ненужные части с двух сторон и раскатываю их скалочкой, так, чтобы они немного захрустели. Даже чуть-чуть полопались. Для чего это нужно? Чтобы маринад хорошо проник внутрь огурчиков. Вот они чуть-чуть даже пускают свой сок. Надавливаем хорошенечко на них, стараемся. Можно вот так вот даже отдельно по каждому огурчику пройтись. Слышите, как хрустят? Оба. Так. Ой! Ой-ёй-ёй! Огурчики мне мстят. Некоторые полопаются. Ничего страшного. Бывает вот. Ох, запах пошёл. Всё. У нас произошла небольшая авария. Я немного оказалась в огурцах. Но ничего страшного. Бывает. Теперь берём какой-то тазик. И все огурчики, видите, поломалось уже. Вот так разрежем и положим сюда. Абсолютно никакой трагедии не произошло. Вот эти полопавшиеся тоже сюда. И все остальные огурчики разрезаем на четыре части. И отправляем в тазик. Главное их хорошо раздавить. Чтобы они вот так даже плеваться начали соком своим. Я когда первый раз попробовала этот рецепт, думаю, всё. Никаких малосольных огурцов мне не надо. Нет, конечно, малосольные огурчики с горячим рассолом я тоже делаю. Но сейчас, к примеру, нет ещё в продаже зонтиков укропных. Поэтому вот этот рецепт лучше не придумаешь на время вот сейчас. Потом мы с вами дальше будем и малосольные делать, и на зиму крутить всё, что хотите. Так. Теперь мы порезали. Всё хорошо вам видно? Добавляем сюда одну нашинкованную морковку. Хоп. Чеснок примерно. Половину головки я порезала тоже сюда. Сюда же я добавляю зелень. Количество, как любите, добавляйте. Можно побольше, поменьше. Смотрите. Можно укроп сюда, что хотите. И лук. Дальше. Сюда же у нас идёт. Одна чайная ложка сахара. Две чайные ложки соли с горкой. Одна чайная ложка кунжутных семян. Маленько, даже побольше можно положить. Кунжутное масло. Тоже одна чайная ложечка. Уксус столовый. Одна чайная ложечка. Так, теперь по вкусу добавляем просто на глаз. Острый перчик. Но много не надо. Особенно, кто не любит сильно острое. Паприку красную я добавляю всегда побольше. И в конце мы добавляем соевый соус. Две столовые ложечки. Всё хорошенечко перемешиваем. Можете вот лучше даже руками. Перемешали. Вот так всё хорошенечко. И разбавляем всё это очищенной водичкой. Так, чтобы огурцы были покрыты полностью. Ещё можно добавить. Всё. Теперь накрываем крышечкой и отправляем в холодильник на одну ночь. Так, у нас прошло 12 часов. Посмотрим, что у нас получилось тут. Ой, боже, как пахнет вкусно. Прямо как-то в малосольной огурочке. Сейчас мы посмотрим. Перекладываем. Я уж у себя дома лазю руками. Конечно, если вы делаете для гостей, вы уж как-то по-культурне берите оттуда. Мягкие такие огурчики. Но они как не совсем мягкие, такие плотненькие, как вот малосольные. Малосольные же сейчас не сделаешь, зонтиков нет. А вот по этому рецептику. Вот это, кстати, тоже можно сюда всё. Кто лучок любит, чеснок, надо попробовать. Ммм, фантастика. Ммм, как вкусно. И самое главное, быстро готовьте. Не пожалеете. Ммм, как вкусно.